итак доброе утро глава мишпатим давайте начнем давайте вернемся но так лет примерно на 110 назад 100 в те годы в израиле свирепствовала эпидемия холеры очень смертельная была эпидемия все боялись потому что уносила половина заболевших умирала 902 год и особенно пострадали яфа рамлы и другие и опасаясь распространения эпидемии турецкие власти которые тогда были правили здесь закрыли морские границы голод начался тяжело но самая проблема была эпидемия которая уносила тысячи жизней еврейские мудрецы собрались вместе на специальное заседание понимая что надо что-то дело как остановить и они решили прибегнуть к старинной древней изгуле это еврейская такая но традиция знаю там что она означает описано в книгах кабалы и говорится следующее надо привести на хупу хупу детей-сирот на территории кладбища если идет серьезная эпидемия это остановит считается что такое действие обладает силой останавливать эпидемию вскоре нашли сирот двух молодых людей которых оба сироты нашли людей которые готовы были профинансировать это в каждый помогал было очень много были собрали все сшили по одежду все 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 и вот наконец все собрали и вот во главе с жених невеста идут к крайне ява там для кладбище становятся значит клезмеры музыка и так далее жених мазал тофа разбили бокал и оркестр после песни на потом все это вот рядом холера тут всех хоронят гости сели праздничать стало действительно через буквально несколько дней эпидемия была остановлена и случаи заболевания прекратились медицинские службы считали что это они но евреи яфа знали что это произошло в заслугу свадьбы детей-сирот на кладбище а как объяснить такой странный способ распространения заболеваний вообще война судного дня была 1973 год очень жестокая травопролитная война она стала причиной многих переживаний всех у многих людей и 19-го кислева был фарбринкен любавического рыбы в этот день и он сказал что приближается ханука и хасиды должны прибывать большой радостью и заразить ее окружающих он сказал что находятся такие люди которые утверждают что в трудные времена там да нет места для веселья праздничных мероприятий однако в кабале сказано что радость смягчает приговор например представьте себе отца который злой на своего сына хочет наказать и вдруг ребенок подходит ему с улыбкой с радостью все обнимает своего все все так происходит в духовной жизни в то время как всевышний выступает в роли судьи и не дай бог наказывает в том числе свой народ на эпидемии там или чем-то когда человек обращается к своему небесному отцу с улыбкой может отменить и смягчить приговоры это очень важно знать нам сегодня к небесному отцу с улыбкой можно отменить любой приговор поэтому хасиды на протяжении всех поколений знали что лучший способ отменить суровый приговор это варбринкен веселое застолье да это 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 закон такой возникает кстати еще один вопрос почему же них и невеста должны быть сиротами разве не любая радость смягчает приговор любая но почему сироты здесь почему именно вот так это подводит нас нашей недельной главе мишкотим сразу после получения торы причем всевышний поверял соблюдать емки пур там еще там жертвоприношения что что он заповедует никакой вдове и никакой сироте мук не причиняйте если вас зовет ко мне услышу вопль то есть тора предупреждает нас что нужно соблюдать особую осторожность в обращении с сиротами ибо у каждого из них прямая связь с небесным отцом почему всевышний так написано чувствительным страданием сирот ответ в книге царя давидов тегили что бог отец сирот у каждого ребенка в мире есть родители чтобы защищать ухаживать а кто будет защищать сирот никто и всевышний говорит что я возьму на себя тогда эту заботу о благополучии поэтому когда вся община сплотилась вместе чтобы устроить свадьбу бедным сиротам это имело особую силу и останавливало в эпидемии в этом мире люди часто чувствуют себя сиротой потому что часто мир весь против нас не счесть там всяких ненавистников можно впасть в депрессию чувствовать себя сиротой которая нет отца способна защитить вообще везде всем находятся защитники только вот иногда у нас их нет но как сказал пророк осиротели мы нет отца однако мидраж говорит что мы должны помнить что всевышний отец сирот он отец всех кого обижают он защищает и спасает от бед и напасть вот что надо выучить из этого недельной главы если мы уже говорим о сгулот я добавлю еще одно в главе мишпатим есть сгула быть вызванным к чтению торы на шестой отрывок это человеку который себя плохо чувствует или срочно нужное выздоровление поскольку заканчивается этот отрывок словами и устраню недуг из твоего недра так писали каббалисты брахава слаха не болейте и и и и и и и